Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания СБКБ. 8 800 234 4004. У нас есть специальное деловое предложение, так что прошу уточнить вас. Олег Евгений, это вы? Ну да. Вы получили документы по кредиту, заключенному на ваше имя, и мы хотим с вами обсудить специальные части вашей задолженности. Первоначальный кредитор у вас был, так, сейчас одну минуту, у Банка Москвы. У нас есть возможность либо направить вам договор о переуступке прав требования почты по адресу прописки, либо по электронной почте. Еще есть вариант, запросите на сайте www.collector.ru Вам как удобнее? Мне удобно, чтобы вы пропустили это через синхофазотрон. Давайте детали по отравке ваших документов мы обсудим буквально через минуту, хорошо? А что, вы не сможете, что ли, обсудить это со мной? Ну, синхофазотрон... Мы понимаем, что вам нужно будет сначала изучить документы, ознакомиться с ними и тому подобное. Вместе с тем, у нас к вам есть предложение по специальной части суммы. Я понял. Я только за, но вы мне скажите, синхофазотрон у вас работает по проверке документов. Давайте переведу вас на сотрудника, у которого находятся ваши документы. Не, не, не нужно. Вы не конкретно все обсудите, хорошо? Не нужно. Нет, подождите, я хочу с роботом поговорить. Можно немножечко поговорить с роботом? На самом деле, многие клиенты только радуются, когда документы поступают к нам, потому что ни банки, ни судебные приставы не списывают большие суммы. Помните, сколько вы брали в кредит? Да. Вот, все штрафы мы убрали. Сумма там осталась небольшая. Выплатите и забудете. Тем более, что у нас есть беспроцентные рассрочки. Мы ценим ваше спокойствие и хотим вам предложить максимально комфортные условия. А как вы думаете? Давайте переведу вас на сотрудника, у которого находятся ваши документы. Вы с ним конкретно все обсудите, хорошо? Нет, подождите, нет, подождите. А как вы думаете, повлиял век просвещения на развитие американской мысли и свободы демократии? Мы не просим вас принять решение прямо сейчас. Просто хотим передать вам документы. Вы изучите их дома в спокойной остановке, а потом уже решите, хорошо? Ну вот я думаю, что такой философ, как Дидро, очень сильно повлиял на конституцию Соединенных Штатов Америки. Давайте переведу вас на сотрудника, у которого находятся ваши документы. Вы с ним конкретно все обсудите, хорошо? А у меня ответит? Всего пару минут со специалистом пообщаетесь, а потом уже решите, как поступить. А у меня ответит, что такое симфофазотрон? Он мне ответит, что такое симфазотрон? Синфофазотрон А то он не понимает. Я вам просто говорю, пропустите документы через симфофазотрон и пришлите их мне, а он говорит, что-то какую-то чушь мне несет. А так вообще, так было, ну, можно было бы поверить тогда, что это настоящий человек. Ну, хорошо, а преимущественно можете представить, то есть назвать фамилию мышцей, да, с рождения? Ну, а что, ваш робот, который сейчас мне звонил, он вам не передал, что ли? Ну, поскольку у вас появились, у меня для антификации личности. Но у него функции такой нет, вы знаете, с кем вы разговариваете? Вы представляться не будете? Почему? Я уже представился. У меня спросили, это вы, я сказал, да, это я. Подождите, я уже в этом разговоре представился. Меня на вас перевели. Нет, вы сейчас не представлялись. Как это не представлялся? Я представился тому сотруднику, который до вас перевел. То есть это ваш сотрудник робот. Он бесплатно работает, короче, грубо говоря, он, короче, плохо работает, потому что бесплатно, да, и не передал вам информацию, с кем он вообще разговаривал. Вы представляться не будете? Ну, а вы что, не знаете меня, что ли, вы по голосу не узнаете меня? Жидайте следующего звонка, до свидания. Алло. Алло. Здравствуйте, Константин Валерьевич. Здравствуйте. А кто это? Лыжевов Игорь Михайлович, главный специалист досудебного отдела ООО «Финпротект». В интересах микрофинансовой компании «Турбозайм». Разговор записывается. Константин Валерьевич, по поводу вашего долга, звонок поступает? Да. Вы не выполнили взятые на себя обязательства. 10 декабря обещали долг вернуть в компанию «Турбозайм». Платежей с вашей стороны мы не видим. 10 декабря все верно. 32 дня просроченной задолженности. 22 909 рублей 20 копеек требует оплатить кредитор в течение суток. Сумма актуальна на сегодняшний день, ежедневно она увеличивается. Требование вам уже выставлялось неоднократно. В частности, напомню, последний контакт с вами был 9 января. 9 января вы обещали в течение суток через личный кабинет произвести добровольную оплату. Мы поступления платежа не видим. Вы оплату проводили? Я вас понял, я вас понял. Значит, что там 9 января у нас была договоренность. Договоренность у вас была 21 ноября. 21 ноября. Так, что я хочу вам сказать по этому вопросу? Значит, по этому вопросу хочу вам сказать следующее. Поскольку вы являетесь главным специалистом, вы не совсем уполномочены общаться со мной по этому вопросу. Я буду разговаривать только с руководителем. Вашего отдела. Не понял Константин Валерьевич. В любом случае мы представляем интересы микрофинансовой компании Турбозайм. Вы деньги брали не у конкретного какого-то человека. Вы брали деньги в организации, обязаны перечислить денежные средства на реквизиты данной организации. Я понимаю. Вы представляете их интересы. Каким образом вы можете подтвердить представление их интересов? Что именно вы имеете в виду? Ну, я конкретно имею в виду, какими именно документами вы оперируете? Константин Валерьевич, я понял Ваш вопрос. То есть компания Турбозайм входит в группу компаний Быстро Деньги. Быстро Деньги. Входит. Сюда же входит микрофинансовая компания Быстро Деньги. Входит в службоизвискание FinProtect. Простите, одну секунду, хотел уточнить. Кто кем владеет? Быстро Деньги Турбозаймом или Турбозаймом? Это группа компаний Быстро Деньги. А, то есть Турбозайм владеет Быстро Деньги. Это группа компаний. То есть служба взыскания работает с клиентами на просроченной задолженности. Требование Вам выставлено именно от лица МФК Турбозаймом? Не от лица какой-либо другой организации или частного лица? Я понял. Я понял. Вы же сказали... Просроченная задолженность перед МФК Турбозаймом, вам нужно оплатить именно на реквизиты данной организации. Я понимаю. Но Вы же сказали, что Вы представляете их интересы. Каким образом Вы можете доказать? Вы можете доказать, что Вы представляете их интересы. И другое дело... Законодательно ничего доказывать Вам мы не будем. Другое дело, уважаемый главный специалист. Другое дело, если бы Вы звонили непосредственно из компании Турбозайм, Вы же звоните с другой компанией. Да? Константин Валерьевич. Да. Я пояснил. Это одна группа компаний. Давайте вернемся к теме... На сайте Турбозайм, к сожалению, это нигде не указано. Планируете или нет? Я бы хотел это обсудить непосредственно с людьми, которые имеют непосредственно компетентность общения со мной непосредственно по этому вопросу. Так как Вы главный специалист... Что ж, я Вас услышал, Константин Валерьевич. Так как Вы главный специалист, к сожалению, у Вас не хватает полномочий. Мне нужны только супер-супер главные, именно руководители. Пожалуйста, скажите, чтобы они мне позвонили. Сегодня до трех... Ну, зачем усложнять ситуацию, Константин Валерьевич? Давайте так. Все спорные вопросы у нас решаются в рамках законодательства. Как? У нас составлен реестр проблемных займов. Каким образом? Которым мне удалось вопрос решить путем телефонных переговоров. По данному вопросу мы вправе передать документы на судебное рассмотрение требования Гражданского процессуального кодекса, чтобы документы рассматривались по месту фактического проживания ответчика. Да. Разрешите, что это значит? Этот адрес у Вас не изменился? А какой, кстати, Вы владеете данной информацией? Незаконно, я замечу. Еще и чему не закон. Телефонного разговора. Поскольку Вы не являетесь кредитором, а представляете интересы, как Вы сказали. И никак не подтвердили. Я поясню. Хорошо, я поясню. Я поясню. Давайте. Мы являемся организацией, имеющей государственные лицензии на осуществление деятельности по взысканию просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. И более подробную информацию, Константин Валерьевич, мы должникам предоставлять не обязаны, но если Вас интересуют подробности, Вы можете зайти на официальный сайт Федеральной службы судебных приставов. Там есть реестр организаций. Вы можете там увидеть более подробную информацию о нас. Вот и все. Я Вам так скажу, я являюсь заместителем руководителя по надзору судебных приставов прокуратуры города Москвы. Если Вы мне не верите, Вы можете зайти на сайт прокуратуры города Москвы, там есть контактная форма, позвонить и спросить, не нравится ли этот человек им Вас устраивает. Какой бы должность Вы ни занимали, учитывая то, что все равны перед законом, вы обязаны вернуть в МФК Турбазан 2909 рублей 20 копеек на сегодняшний день. Вы владеете моей персональной информацией, в том числе и адрес моей регистрации, мне неизвестно, уважаемый главный специалист. Хорошо. Поэтому мы же Вас не ограничиваем. С Вами будут в порядке, вы в порядке свои претензии заявить. Где Вы сейчас находитесь территориально? Территориально город Ульяновск, Карла Маркс 13а, корпус Альвина. Значит, мы к Вам приедем? Ничего не имею против, Константин Валерьевич. Ждите. Все спорные вопросы решаются в судебном порядке, Константин Валерьевич. До скольки Вы работаете? Сегодня до 21.00. До 21.00 в городе Ульяновске, да? В городе Ульяновске. Константин Валерьевич, ближе к теме. Вопрос, почему Вы звоните с мобильного номера телефона? Еще один вопрос. Это мобильный телефон города Ульяновска? Константин Валерьевич. Я знаю, что меня зовут Константин Валерьевич. Поясняйте. 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 Через регионального оператора. Какой номер у Вас определился, я не знаю. То есть, Вы помните с мобильного телефона? Мы эту информацию должникам предоставлять не обязаны. А что Вы тогда обязаны? Звонить? В рамках 230-го федерального закона мы обязаны представиться, кто мы, откуда, и чьи интересы мы представляем. И соврать. Константин Валерьевич, наш с Вами разговор не носит конструктивного характера. Я звоню уточнить, на сегодняшний день поступит от Вас добровольная оплата или нет? Я хочу у Вас уточнить, Вы точно будете сегодня на 21.00? Мы приедем. Да. Ждите. Ничего не имею против Константин Валерьевич. Скажите Вашему руководителю, чтобы он не уходил и подготовил все необходимые... Хорошо, Константин Валерьевич. Для подтверждения того, откуда Вы владеете моей персональной информацией. Хорошо, Константин Валерьевич. Персональной информацией заместителя по надзору судебных приставов прокуратуры. Хорошо, я Вас услышал. Вы самостоятельно заявку на получение взаимооформляли? Нет. Еще какие-то вопросы? Нет. Здесь подписано. Согласен на взаимодействие с третьими лицами. И согласен на передачу данных третьим лицам. 17 мая 2019 года. У Вас это закреплено... Мы работаем в рамках закона, Константин Валерьевич. У Вас это закреплено именно росписью на бумаге или кнопочкой в интернете? Константин Валерьевич. Я понимаю, что разговариваю с грамотным человеком. Препираться с Вами я не собираюсь. Молодец. Мы работаем в рамках закона. Требования Вам озвучены. Отсутствие платежа компания расценивает как отказ от оплаты. И вправе решать вопрос, в том числе в судебном порядке. Вы можете собраться сегодня на своем совещании. Желательно не уходить до 21.00. Хорошо? До этого часа мы в любом случае работаем, Константин Валерьевич. Еще вопросы? У меня вопросы к Вам? Да. Как Ваше имя, отчество я забыл. Лжов Игорь Михайлович. Лжов? Лжов или Лыжов? Лыжов Игорь Михайлович. Главное, на лыжу не вставайте. Достаточно четко Вам отвечаю, Константин Валерьевич. До 9 на лыжу не вставайте, Лыжов. Я Вас услышал. Замечательно. Итак, будет оплата от Вас или не будет? У меня какой разговор? Итог разговора фиксировал. Еще какой вопрос у Вас есть? Отказываетесь отвечать на поставленный вопрос. Ну что ж, Константин Валерьевич. Время покажет. Покажет, как говорится. Покажет. Все вопросы в рамках закона спорные решаются. Мы готовы обыставать правомерно своих требований. Я Вас. Правомерностная, отчисленная сумма. Всего доброго, до свидания. Ой, до свидания.